История спорчей Потемкинской лестницы нашла свое продолжение. После того, как одесские активисты движения «Зеленый лист» обратили внимание общественности на вопиющий факт халатного отношения к памятнику архитектуры со стороны городской власти и компании, проводящей реконструкцию лестницы, со стороны последних последовали уверение в том, что все проблемные моменты обязательно будут учтены, а образовавшийся в результате многодневной течи водопроводной трубы овраг ликвидирован. Но так ли это на самом деле? Подробнее в нашем сюжете. Спустя неделю после истории с вопиющим случаем преступного халатного отношения к памятнику архитектуры мирового значения Потемкинской лестницы, когда одесским активистам удалось случайно обнаружить, что из водопроводной трубы уже несколько дней течет вода прямо по оголенным лестничным пролетам, что в свою очередь вызвало образование настоящего оврага глубиной почти с полметра, когда активисты обнаружили, что лестница ничем не защищена, что тоже является грубейшим нарушением и даже преступлением, что опять же в свою очередь может привести к необратимым процессам в самом памятнике. Чиновники мэрии засуетились и сделали вид, что их тоже беспокоит состояние шедевра. Да что там чиновники? Директор компании «Экострой», которая и проводит этот так называемый ремонт, лично прибыл на место и при встрече с общественниками клятвенно пообещал все недостатки, недочеты и проблемы разрешить и ликвидировать. То есть засыпать образовавшийся овраг и накрыть наконец оголеную Потемкинскую, чтобы избежать попадания в тело лестницы убийственной влаги и защитить от морозов. Дальше, как в том анекдоте, ну и... Была сделана видимость работы, не собственная работа. Тот овраг, та промоина, которая образовалась, она действительно была засыпана песком, а вот те части, голые, свободные части, без асфальта, без ступеней, они остались, в общем-то, не закрыты. И получается, что выпал уже достаточно большой слой снега, местами он был 50-60 сантиметров. Понятно, что никто не планировал законсервировать этот объект недостроенный. Понятно, что это нарушение технологии строительства в данном случае, потому что ни один хозяин никогда не оставит здание недостроенное, не накрытое крышей на зиму. Понятно, что лестница, сейчас телонесущая часть, будет подвергаться значительному воздействию. Вот этот этап разморозки, заморозки, он приводит к таким вот серьезным разрушающим последствиям. Собственно, пофигизм строительной компании вполне себе логичен и понятен. А чего суетиться памятник архитектуры спасать, если на самом деле вся эта реконструкция лестницы свелась к одному – укреплению арки, связующей от благоустроенной истамбульской и бывшей лунной будущей греческой парки. Как будет выглядеть греческий парк, одесситам показали веселые картинки с изображением будущего шедевра китча. Кроме ресторана, аттракционов, торговых павильонов, одесситовые гости города будут встречать водоструйные пасти гипсовых львов и статуи атлантов-новоделов. А еще много-много плитки вместо деревьев, благополучно вырубленных в угоду потребностей застройщика и городского руководства. В этом уже не до парки кипит строительная работа. Зеленую зону освобождают от деревьев, мешающих строительству будущего великолепия – трехэтажного греческого ресторана. На самом деле вырубка 46 деревьев – только начало этого преступления. Как удалось выяснить активистам, никакого разрешения на приведение строительных работ компания «Гефест» не имеет. Деревья, удаление деревьев, они связаны с мероприятием, которое не имеет ни проектной документации, ни разрешения на начало работ. При виде видеокамеры охранник стройплощадки, а это уже не парк, а именно стройплощадка, буквально вытолкал оператора и закрыл ворота. Видимо, для того, чтобы тот не успел снять самосвалы, куда сбрасывались убитые деревья. Разумеется, этого бы преступления против одесситов не было, если бы не полное попустительство и даже участие в нем мэрии. Говорят, от ненависти до любви один шаг. И он нынешним городским руководством давно сделан. От любви к баблу до ненависти к городу.